Охрана окружающей среды промышленных регионов как условия развития Украины. Такова тема всеукраинской научно-практической конференции. В нашем городе она проходит уже в четвертый раз на базе инженерной академии, где работает кафедра охраны труда и экологии металлургического производства. С каждым годом все более и более вызывает интерес у наших промышленных гигантов. Кривого Рога, Днепропетровска, Донецка. Приезжают люди, обменяются опытом. Наш город с гостями делился опытом организации предприятия по сбору и утилизации бытовых отходов. Также говорили об очистных сооружениях водоканала. Таких по Украине не существует, настолько современных и эффективных. И полностью был прекращен сброс сточных вод в реку Днепр. Но все эти позитивные преобразования особо не влияют на общую экологическую ситуацию в городе, говорят участники конференции, среди которых немало студентов, занимающихся на профильных факультетах. По их мнению, состояние воздуха в Запорожье не выдерживает критики. Очень критично, поскольку наш город стоит где-то на пятом месте по состоянию экологической ситуации. Поэтому нужно что-то делать и срочно. Теперь срочно вряд ли получится. Мэр ратует за предоставление промгигантам отсрочки выполнения природоохранных мероприятий. Цель благая – в условиях провозглашаемого экономического кризиса помочь сохранить производство и рабочие коллективы. А чтобы заводы, которые по сути являются частными, не злоупотребляли нарушением эко-норм, Карташов предлагает усиленно их контролировать. Но в успех этого начинания запорожские экологи не верят. Мы должны пойти на определенные ущербные меры. И то, что предлагается сегодня приостановить выполнение многих мероприятий, потому что у предприятий нет денег, это реально. Помочь предприятиям, чтобы они обеспечили выполнение программы в установленные сроки без сдвига. И очень печально, если мы сейчас согласимся с тем, что программа выхода из экологического кризиса должна быть прекращена, модернизирована. Без выполнения этих поставленных задач жить в нашем городе будет достаточно сложно. Окончательное решение по этому вопросу должны принять депутаты городского и областного советов. А всеукраинская конференция закончит свою работу завтра. Всего планируется обсудить почти 100 докладов на тему экологии.